What's up, guys? My name is Егор, and you are watching Puzzle English Channel. Крайне интересно. Что ж, если вы готовы, let's go! Вопрос звучит так. Что вам больше всего понравилось в исполнении роли Человека-паука и MJ? Глагол play означает не только играть, например, в спортивные игры, но и исполнять роль. I want to play Spider-Man in National League. Я хочу сыграть Человека-паука в следующем фильме. Далее, обратите внимание на произношение парочки. Холланд – британский актер, а Зендая – американка. Поэтому отчетливо слышна разница в акценте. Напишите в комментариях, в чем вы слышите различия при произношении. Будет очень интересно почитать. Очень мило, что каждый в паре признал, что работа друг с другом была лучшим моментом в игре своих персонажей. Есть куча вещей, которые я могу сказать. There is a bunch of things I could say. Bunch – это синоним конструкции a lot of, то есть много. Кому незнакома конструкция there is, there are, я поясню. Когда мы хотим сказать, что где-то что-то есть, мы употребляем конструкцию there is, если дальше идет существительное единственного числа, и there are, если множественного. There is an apple on the table. На столе находится яблоко. Burn it, eat it! Look, there is one solution. Какой ваш любимый рождественский фильм, спрашивают актеров. Том отвечает, что это фильм Just Friends, просто друзья. Но нас интересует не это. My mom and I watch that every year, and it just like, honestly, the pair of us every year wet ourselves laughing. We wet ourselves laughing. Когда вы хотите сказать, что нечто было для вас невероятно смешным, можете использовать это выражение. Wet myself laughing. Ведь переводится оно как обмочиться от смеха. Идем дальше. I'm a really good cook, albeit you don't think so. На вопрос «Расскажите о своем таланте, о котором мало кто знает», Том отвечает, что он реально хороший повар. Хотя... Вот нас интересует слово all day, переводящееся «хотя». Это синоним слова although, поэтому если вы хотите разнообразить вашу речь, можете смело использовать all day. Хотя, решать это вам. Я готовлю такую жареную картошку, от которой ты обалдеешь. Knock somebody's socks off – это сленговое выражение, переводящееся как «привести восторг», «поразить», «свалить с ног от счастья». Например, «Her beauty knocks everyone's socks off». Ее красота приводит всех в восторг. Или «Все поражены ее красотой». Кстати, в одном из видео я приводил идиому «to be as happy as a clam», где перевел ее «доволен как слон». Хотя дословно она переводится как «счастлив как моллюск». В комментариях к видео мне возразили, что «pam» – это не слон. На всякий случай хочу еще раз пояснить, что идиомы редко переводятся дословно. На то они и идиомы. Мы просто подбираем похожую из них в нашем языке. А если не получается, то стараемся просто передать смысл. Например, не получится дословно перевести «it's not a cup of tea» или «it's raining cats and dogs». Кстати, напишите в комментариях ваш вариант перевода этих выражений. А затем посмотрите в интернете настоящий перевод и сравните его с вашим. Интересно, что у вас получится? А мы поехали дальше. Очень интересный вопрос. Как вы думаете, какому факультету Хогвартса принадлежит ваш персонаж? Давайте посмотрим рассуждения Тома на эту тему. Питер Паркер принадлежал бы к Хофлпфф. Мы же его знаем как Пуффиндуй. Почему так? Да потому что Питер очень принимающий человек. Так можно сказать о том, кто принимает обстоятельства. Кто очень дружелюбный и всех понимающий человек. В то время как сам Том оказался бы в Гриффиндоре. Ведь все гриффиндорцы – гоугеттерсы. Go-Getter — это хваткий, предприимчивый и пробивной человек. Если вы считаете себя таковым, то смело представляйтесь на любой вечеринке как Hi, my name is, I'm Go-Getter. Зиндайя о своем персонаже говорит, что та была бы в когте вране, он же Ravenclaw. Но если говорить о себе, то она бы, как и Том, попала в Гриффиндор. Следующий вопрос. Что самое крутое в отношениях между Паучком и MJ? Том отвечает, что иметь того, на кого можно положиться — это самое клевое. «Положиться на кого-то» переводится как lean on. Давайте посмотрим, что отвечает Зиндайя про своего персонажа. Кто-то любит ее за то, какая она есть на самом деле. Это позволяет ей как будто бы растаять и немного больше открыться. Kind of — в этом контексте переводится как будто, типа Я вчера ходил во что-то вроде клуба, то есть чего-то похожее на него, но не он. Друзья, крайне рекомендую вам посмотреть интервью Зиндайя и Том Холланд. Кроме того, что они отвечают на интересные вопросы и используют много полезных для нас выражений, но еще и в интервью можно наглядно понять разницу между британским и американским английским. С вами был Егор. See you later! Bye-bye! Субтитры подогнал «Симон»!